Всем привет, дорогие зрители, с вами мистер Шпилкис, и мы продолжаем прохождение игры Ведьмак 3 Дикая Охота. В прошлой серии, друзья, мы с вами расправились с Грифоном, и нам нужно теперь поговорить с командиром Нильгарского гарнизона, чтобы узнать, где Йеннифер. Но вот я заметил, впереди у нас есть тут два клиента. Ох, друзья, не то выпил. Ладно, ничего страшного. Я думаю, справимся и так. Вот они, два товарища, которые прям очень хотят познакомиться с нами поближе. Ну что ж, давайте им предоставим такую возможность, потому что здесь, друзья, что-то есть под водой, и нужно нам это обязательно выяснить. Возможно, там какой-то сундучок или что-то такое, а возможно и нет. Да, друзья, определенно это сундук. Да, вот он, этот сундук. Нам нужно теперь только занырнуть, и... Угу, нужен ключ. Вы посмотрите-ка, что делается. Нужен ключ. А мы ничего подобного не находили, друзья, это интересно. Ничего такого, связанного с этим ключом, у нас никаких ни заданий не было, никакой информации. Ну что ж, ладно, разберемся. Давайте пока. Вызовем нашу платву. Она что-то не с первого раза захотела к нам приходить. У нас сейчас стоит задание... Ну, платва, ну ты запарила, иди сюда. Стоит задание по поиску ведьмачьих чертежей школы змей. Но, друзья, мы это задание поменяем сейчас на другое и пойдем. Ну, это как раз охота за сокровищами. Мы отдельно сделаем серию, где проедемся по всем вот этим местам. И найдем там чертежи школы змей. Там будут мечи, будут доспехи, точнее чертежи для этого всего. А изготавливаться они, соответственно, будут у чертежей. Ой, у... Кузнецов. Оговорился я, секунду. И выполните заказ на грифона забрать награду у нельфгардцев. Ну, нам, по-моему, и туда, и туда выполнять одно и то же задание. И это, кстати, друзья, недалеко. 230 шагов всего лишь. Мы, можно сказать, практически находились здесь рядом. Да, вот они, эти развалины, где нельфгардцы обосновались. И давайте сейчас туда заедем. Разузнаем, где Йеннифер. И, соответственно, получим награду за грифона. Надеюсь, нам дадут награду. Потому что все эти военные, они, ребята, такие. Могут и прокатить, скажут. Молодец, спасибо, до свидания. Что это такое, вашу мать? Жито. Ты меня за слепого держишь или за глупого? Зерно с плесенью. Я... не знал. Значит, за глупого. Дьявол, когда же вы научитесь? Военный кодекс. Параграф второй. Раздел третий. За поставку испорченных товаров. Пятнадцать ударов кнутом. Выполнять! Нет! Нет! Ради богов! Ну, вот так вот, друзья. А думали, такой хороший мужик? Ну, он-то может мужик и хороший, но... Военное время есть военное время. Чё? Ничего себе, ты туз. Ты в курсе, что я могу здесь положить всех вас? Ну да ладно. Давайте поговорим с ним. Выполнил уговор. Теперь твоя очередь. Куда поехала Йеннифер? В Изиму. Значит, всё это время она была в одном дне пути отсюда. Мог бы мне об этом сказать? Мог бы. Но тогда ты не убил бы Грифона. Ты мне, я тебе. Хитрец, однако. Мы ещё не закончили разговор. На. Возьми вот золото. Чтобы не чувствовал себя в убытке. Так, диалоги ограничены по временной. Да, вот, друзья, нам нужно... А почему? Почему, собственно, не должны брать золото? Мы выполнили самый обычный заказ. Он нам дал заказ на Грифона, мы его выполнили. Не думаю, что нам нужно отказываться. Возьмём. Давай сюда. Мог бы и побольше дать. Просто намёк на то, друзья, что мы вроде как... Тогда так приблизимся к этим Нильфгардцам. То есть, вроде как, встанем на их сторону. Вот взяли деньги. Всё такое. Ну, ладно, взяли и взяли. Заказ. Есть заказ. Давайте мы ещё раз починимся у этого товарища. На всякий случай. Починить снаряжение за 34. А, кстати, а мы что, можем продать что-нибудь? О, да полно всего, друзья. Ну, посмотрите-ка. Хоть это всё по чуть-чуть. Оно лучше нашего. Но, вы знаете, не буду я пока это всё надевать, потому что пока у нас нет проблем ни с уроном, ни с бронёй. Новиградский длинный меч, стальное оружие. Непонятно, лучше или хуже нашего. Ладно. Продадим. Да, и это тоже продадим, друзья. Я думаю, есть у нас чем-то помахаться на первое время. Нам за глаза и того, что у нас есть. Всё. Спасибо за внимание. Будь здоров. Бывай. Ревуар. Все дела. А мы продолжаем. Он-то бедолагу этого кнутом лупит. И не подсмотреть, слушайте, закрыто там. Ну, ладно. Не будем вмешиваться, друзья. Всё-таки военное время. Есть военное время. Тут свои законы. Тем более Нильфгард идёт уверенными темпами. Тут побеждает, поэтому встретиться с Весемиром и приготовиться покинуть Белый Сад. Ну что, друзья, давайте попробуем. А вот Ох, привык, что у меня на этой кнопке карта стоит. Надо отучить. И прямо сейчас, друзья, лучше отучить себя сжимать на эту кнопку, а лучше на неё ничего не ставить. Вот так вот. Поставить на неё какую-нибудь воду. Бутылку с водой. Пусть она нажимается себе. А вот я забыл вам рассказать, когда мы сняли трофей. У трофеев, друзья, есть такая интересная особенность. Они дают всякие разные полезные штуки. То есть статы какие-то определённые. Вот, например, сила атаки против призраков и мощь знака Квен. А голова Грифона нам даёт сила атаки против гибридов, объём седельных сумок 40. Вот это очень полезный трофей, друзья. Я его не буду снимать, наверное, очень долгое время. Классная полезная штука. Особенно всё, что увеличивает объём сумок, друзья, это всё шикарно. Я однажды уперся в такую ситуацию, что просто-напросто мне приходилось что-то выбрасывать, потому что не хватало у меня объёма этих самых седельных сумок. Давайте посмотрим, куда нам... Да, нам проще, скорее всего, перелететь. Интересное здесь какое-то неизвестное место. Друзья, давайте, пока мы рядом, заглянем туда буквально одним глазком. Тут 100 метров нам каких-то надо. Я думаю, сейчас мы туда, потом оттуда и... Быстро-быстро сейчас плывём. Вообще, в игре есть лодки. Не обязательно здесь плавать. В игре есть лодки, но нам тут недалеко доплыть, поэтому давайте-ка мы занырнём. Тем более, тут военные трофеи. А вот тут обзы. Вот что они делают. Посмотрите-ка. Сволочки такие. Они хватают за ноги. Это плохо. Потому что рано или поздно получится так, что они будут нас хватать именно в тот момент, когда мы будем всплывать. Ну, вот как сейчас примерно. То есть нам, казалось бы, нужно быстро-быстро всплыть и уплыть. А вот, кстати, тот самый транспорт, на котором можно перемещаться здесь по воде. Но нам нужно по-быстрому уплыть. Мы что-то там грабанули из тайничка, поэтому быстро уходим и прячемся. от этих тварей мерзких. И всех мы их ещё покрошим. Будет у нас время и место. Отомстим мы им обязательно. Я бегу сейчас, друзья, к указателю, чтобы от него перелететь в деревню Белый Сад. Ну, точнее, мы и есть в Белом Саду. Просто конкретно туда, где нас ждёт Весемир. Давайте на секунду взглянем, что мы там подхватили. Охотничьи штаны. Не уверен, что мы их сейчас забрали, но может быть. И у нас, кстати, друзья, есть ещё одно очко, а даже целых три. Друзья, вы посмотрите, какая красота. Да, потому что они давались нам за обелиски, вот эти места силы, так называемые. Давайте мы сейчас ещё немного посмотрим вот в этой вкладке. пока у нас только две ячейки открытые. У нас следующая ячейка откроется на четвёртом уровне. А ну, друзья, тогда как откроется, тогда и посмотрим. Не будем сейчас заморачиваться, если мы всё равно навык взять не можем. И перелетаем вот сюда. Игра сохраняется автоматически при таких перемещениях, передвижениях. Это хорошо. Давайте мы сейчас встретимся с Весемиром. Сейчас, друзья, если я не ошибаюсь, будет такой довольно-таки бандит. Смотрите-ка. Где дядя? Хорошо. Ты знаешь, кто мой дядя? Дядя Весемир. Знаком тебе такой? Сейчас ты с ним познакомишься, друг. Ленифер в Вузиме. У меня есть там пара знакомых, так что что-то не так? Посмотри вокруг. Сейчас скандал. будет. Это ещё кто такие? Патриоты. Седьмую чарку пьют за Тимерию. У них уже кулаки чешутся. Ильгарцев я тут не вижу. Они врага найдут. Куплю сейчас провизии и поедем. Геральт, давай не вмешиваться. Хоть в этот раз. Ну, посмотрим. Посмотрим, Весемир. Не могу тебе гарантировать. Что случилось со щитом? Сняла. Может, ещё золотое солнце повесишь? Нельзя тут темирский герб вешать. Они придут и корчму спалят. Так может, правду люди говорят, что ты шлюха, Нильфгардская. Я твои слова забуду. Тебе скорбь сердце гложет. Гренли, ты что понимаешь? Сестру мою повесили. Вытащили на двор перед монастырём, как собаку. Сказали, в Нильфгарде нет места предрассудкам. Что они гнева божьего не боятся. А ты не боишься? Если бы Аннулька тебе при родах не помогала, дитё бы у тебя в пуповине задохнулось. Что? Не боишься гнева божьего? Не боишься, сука? Ох, друзья, какой момент жестокий, конечно. Оставь. Ну всё, пошла жара. Я думаю, пошла жара, друзья. Ничего мы не сможем сделать сейчас. Вы знаете, этот медальон, люди. Знаете, что он означает. Отойдите. Ты цела? Говорят, ведьмаки деток воруют. Правда? Что вам император обещал выродки? Землицы? Как эльфам в той войне? Убирайтесь все. Мы никуда не пойдём. Ох, дурачё. Ох, зря вы это всё. И вы тоже. С палочками против мечей. Ну, настоящее пьяное быдло. Ничего не скажешь. Ну что, молитесь, придурки. Вот как-то так. Половина вас сгорит, половина вас пойдёт на шашлык. Не жалко абсолютно, но, друзья, что ж, таковы реалии. Ну, вот как-то так. Момент, конечно, максимально жестокий, страшный, но... всё кончилось. Оставь меня! Не подходи! А в этом моменте как раз отображено, друзья, отношение ведьмаков в этом мире. Точнее, к ведьмакам. Не возвращайтесь! Вот мы вроде как помогли этой трактирщице, не знаю, как правильно сказать, назвать, но... вот такая вот ситуация. Помогли одной, защитили вроде как. Она всё равно на нас озлобилась. И вот нельфгарцы подоспели. И, друзья, внимание, смотрите появление. Первое появление Йеннифер. Именно появление в реальности. То был сон всё-таки, а это уже реальность, друзья. Йеннифер? Ну как? Я получила донесение, что в Белом Саду появился ведьмак. Я знала, что это ты, что ты ищешь меня. Я могла бы подождать, пока ты меня найдёшь. Но ты же знаешь, я никогда не отличалась терпением. Рада тебя видеть, Геральт. Я бы тебя обняла, только ты весь в крови. Прости, я не надеялся тебя встретить, сказать по правде я иначе представлял себе нашу встречу. Как? По крайней мере без нельфгардского эскорта. Йеннифер, не пойми меня неправильно, я тоже рад тебя видеть, но мне кажется, ты должна нам объяснить. я объясню, но в Изиме седлайте коней. Почему в Изиме? Можно поговорить и здесь, здесь прекрасные сады, сейчас всё в цвету, так что трупный запах почти не слышен. заманчивое предложение, но, к сожалению, я должна сказать нет. Видишь ли, в Изиме кое-кто тебя ждёт, тот, кто ждать не любит. Император Эмгир Вар-Эмрейс, для друзей белое пламя, пляшущее на курганах врагов. Сомневаюсь, чтобы он считал меня другом. Когда мы виделись в последний раз, он хотел меня убить. А теперь он хочет сделать тебе предложение. Из числа тех, от которых нельзя отказаться? Я не отказалась, хотя могла бы. Ну что ж, давайте согласимся. Ну хорошо, можно послушать, что он хочет всё равно, так или иначе, нам соглашаться на это предложение придётся. Синьор Меттины, Эббинга и Гимеры, Суверенно, Заира и Викавара наверняка сочтёт это за честь. А ты? А я поеду в другую сторону. Сдаётся мне, что Император приглашает только тебя. Кроме того, у меня есть чем заняться. Каэр Морхен, помнишь? Помню. Спасибо за помощь. И до свидания. Скоро увидимся, Весимир. Скоро увидимся, не пропадай. Я хочу вернуться за крепкие городские стены. Так быстро, как только возможно. Ну что ж, давайте посмотрим, что будет дальше. Если я не ошибаюсь, сейчас будет довольно-таки такой интересный момент. Вот, смотрите, друзья, значит, мы переезжаем по мосту. Почему-то уже настала ночь. Но давайте посмотрим. Сейчас, по-моему, мы первый раз познакомимся с такими персонажами здесь, как Дикая Охота, насколько я помню. Насколько я тебя знаю, сон был неприличный. Только сначала, а потом... Штар... Смотрите, пошел снег, и все, друзья, вот они, появилась Дикая Охота. Это некие такие призрачные эльфы, друзья, которые каким-то образом умеют путешествовать там между мирами, что-то такое там. В общем, потихоньку они раскроются в плане сюжета, Но если вдруг ничего такого не будет, я обязательно вам расскажу, кто это такие. Это очень сильные, очень могущественные, как я понимаю, какие-то эльфы. И вот мы уходим. Сейчас Йеннифер сделает красиво. Сделала, молодец. Все, у нас все получилось. Странно, что тот не перепрыгнул. И вот мы прибыли в Изиму. Когда Йеннифер своей давной любви, Геральт очутился в окрестностях деревни Белый Сад. Казалось, что чародейка опережает ведьмака лишь на шаг, и все же она оставалась неуловимой. В конце концов, благодаря коменданту Нилькардского гарнизона, Геральт узнал, что Йеннифер находится совсем рядом, в Изиме. Забалдел Геральт вообще. Ну, а кто бы не забалдел, друзья, да? Вот так вот. Лежишь, тебя моют, намывают, натирают. Еще такие три красотки. Все, недолго длилось у нас наше блаженство. Пришел тут некий... Пожалуй, достаточно. Проверяльщик, так скажем. Сейчас будет тут нас наряжать, одевать, все такое. ...важно, не слишком длинные у меня уши. ...вы, государь, извольте упоминать его императорское величество, используя полный титул. Ваша милость, присядьте на этот биржет. Куда? На это... Ой, Геральт, Геральт, правда. Ты молодец во всем, но... Рэдвин, прошу побрить его. ...только не в высоких манерах. Запоминайте, друзья, как мы выглядим с бородой сейчас и как будем выглядеть после. Помолодеем. Давайте, давайте побреемся вот ради интереса, почему бы и нет. Будь по-твоему. А что потом? Ногти мне подпилите? Если позволит время. Прошу простить, но список гигиенических и косметических процедур, которым следовало бы подвергнуть вашу милость, довольно длинен. Одень короток. Прошу откинуть голову и не двигаться. Сейчас тоже будут такие интересные комичные моменты. Будем одеваться там, выбирать себе наряд. Да ладно тебе, друг, прямо уж. Морворон Ворхис, командующий дивизией Альба. Прежде чем ты предстанешь перед Императором, Ведьмак, я хотел бы проверить некоторые сведения. Это лишь необходимая формальность. Разумеется. Бумаги должны быть в порядке. Посмотрите, этот цирюльник так заглядывает прям в лицо. Место рождения неизвестно, родители неизвестны, возраст неизвестен. Но это все несущественно. Перейдем к последним событиям. Осада замка Лавалетов. Судьба командующего обороны некоего Ариана. Что-то я не помню. Это, наверное, может быть со второй, то ли с первой части. Давайте. Не знаю, друзья, давайте выберем второе. Мы сражались по разной стороны, это верно. Но встретились в одном подземелье. Ариан бежал. И при побеге поджег замок. А, так вот откуда пожар. Наши осведомители предполагали, что он разгорелся из-за дракона. Далее. Затем ты спрятался в очаровательном флотзаме. И оттуда добрался до Вергена. Только вот как? Город считался отрезанным от остального мира. Друзья, не знаю, давайте выберем первое. Я знаю... Помню персонажа Вернан Роше. Но я не знаю, что это за событие. Этот субъект нам известен, ведьмак. Интересные ты заключаешь союзы. Что-то мне подсказывает, что самые интересные союзы у меня еще впереди. Ну, спрашивай дальше, пока у меня борода опять не отросла. Герой, молодец. Если что, побреем еще раз. Затем. Бесславная встреча в Лок-Муине. Ты был там и снова вмешивался в дела сильных мира сего. Ну, давайте про Трис. Трис тоже мы знаем. И познакомимся с ней в этой игре. Как сильные мира сего заточили Трис Миригольд. Вы должны знать, что этот человек мне близок. А я привык помогать близким мне людям. Ты так и сделал. Теперь, благодаря тебе в распоряжении Родовида, целый капитул чародеев. Нильфгард не так давно начал войну, так что на твоем месте я бы не стал читать мораль. Ваша милость, сидите спокойно. Я уже заканчиваю. Мне трудно от этого удержаться. Ведь из того, что я знаю, вскоре после этого ты смотрел, как испорченный мегаскоп разрывает твою знакомую шалу Детонсервиль на куски. Ой, друзья, вот это вообще диалог какой-то бесполезный в моем случае. Вообще не знаю этих событий. Смотрел это верно и помог бежать. Из ловушки, которую ей приготовил ваш человек. Лето из Гулеты, запиши. В бумагах все должно быть точно. Хм, ну что же. В интересах государства иногда приходится заключать непростые союзы. Даже с ведьмаками. Этот союз расторгнут навсегда. Я убил Лето в Лок-Муине. До нас доходили такие слухи. Вот и хорошо. Ты избавил наших агентов от работы. Грязный и трудный. Это, кажется, все. Еще подпись, подтверждающая, что ты говорил правду и только правду. Ложь карается заключением, либо смертной казнью, и так далее, и так далее. Здесь и еще вот здесь. Если все процедуры выполнены, прошу ваше превосходительство покинуть комнату. Мы будем подбирать для его милости Геральта костюм. Это важное дело, но мы сумеем обойтись без помощи господина генерала. Жаль. Я бы мог что-нибудь посоветовать. Иди уже, давай. Упрощай, Геральт. И удачной аудиенции. Прям помолодевший Геральт такой, посмотрите, друзья. Красавчик. Выбрит. Но с бородой мне нравится больше. Не знаю, почему вот именно его... У меня такое ощущение, будто меня... Геральта очень мне интересно видеть с бородой. Я предложил бы вашей милости сюртук, фрак или, возможно, смокинг. Сейчас же, вниманию вашей милости, осмелюсь представить вот эти одежды. Черный, черный и черный. Мы в Нильфгарде не любим кричащих цветов. Ваша милость, дайте знать, когда вы выберете одежду. На самом деле, это не принципиально, друзья, особо. Поэтому давайте мы сейчас выберем любое. Я не знаю даже, что тут более-менее смотрится так. Ну, вот этот, например. И давайте его, скорее всего, нам нужно надеть. Да, вот такой вот Геральт у нас, посмотрите, стал стиляга практически. Такой красавчик. Ну, ему зато это все не по душе, я вам честно скажу. Он не любитель таких штук. И давайте продолжать. Черный к лицу, вашей милости. Там не было выбора, друг. Ваша милость, вы довольны костюмом? Я был бы доволен стеганым дублетом и мечом за спиной. Но что делать, с волками жить? Простите? Поговорка такая. Что теперь? Будете меня пудрить? Нет нужды. Вашей милости достаточно ясное лицо. Но прежде чем вы предстанете перед владыкой юга и севера, я должен убедиться, что ваша милость знает, как следует кланяться. Ну, давайте убедимся. Ну, давай, убедимся. Я помню, друзья, но боюсь сейчас, если мы... Прошу взглянуть. Попробуем это делать сами. Может не получиться. Ладонь выпрямлена. Голова склоняется, пока подбородок не коснется груди. Пусть ваша милость повторит. Так, ага. Значит. Тут важно, какую... Руку на грудь он сейчас... Он сейчас клал правую на грудь. Вот это, по-моему. Да ладно тебе, слышите. Посмотри, как мы с мечом скачем. Грации не достает. Ты удивишься, камергер. К императору ваша милость будет обращаться только по его явному соизволению. Соответственно, его именуя. Ваше архивеликолепие. Вижу ваша милость в настроении шутить. Боюсь, император может этого настроения не разделить. Достаточно, ваше величество. Сказанное громко, выразительно и с почтением. Смотри, как мы умеем. Эх, не успел показать тебе. Хотел факел загасить. И вот встреча с императором. Давайте поклонимся, ладно. А то этого камергера, наверное, там подвесят потом, если... Император узнает, что он не провел с нами нужную беседу. Голос озвучки, конечно, императора, друзья, шикарный просто. Интересно, кто это актер? Какой русский актер озвучки его в итоге озвучил? Я думал, ты ни перед кем не склоняешь головы. Я не хотел, чтобы у камергера были неприятности. Он славный мужик. Но на самом деле мы знакомы, друзья, с этим императором. Полагаю, ты вызвал меня не за тем, чтобы вспоминать старые добрые времена. А значит... Молчи. Моя дочь Цирилла вернулась. И она в опасности. За ней гонится дикая охота. Найди ее и приведи ко мне. Сколько людей в твоем войске? Двадцать тысяч тридцать? Почему я? Ты сам знаешь. Потому что она тебе верит. Да, верит. Так скажи, зачем тебе ее искать? Дело же не в том, чтобы наверстать упущенные годы. Дело в интересах государства. Как всегда. Хватит слов. Ты все равно согласишься. Хотя бы потому, что я тебе заплачу. Больше, чем ты обычно берешь за заказ. Ох, ты удивил прям, ага. Себе оставь бабки свои. Деловой. Оставь свою щедрость для тех, у кого войска сожгли дом. Я сделаю это ради Цири, а не ради твоего золота. Мотивы меня не интересуют. Только результаты. Остальное тебе скажет Йеннифер. Аудиенция окончена. Мерит. Проводи его к чародейке. Вот так вот. Ну, что же, император он такой, да. Сильный, властный. Потому что по-другому, друзья, он бы не стал императором. Тем более не стал бы таким воинственным императором. Наши держаться в рамках приличий. Во дворце много почетных гостей, которых ваша милость презирает. Не должны без... Смотри, умеешь так, камергет? Интересно, это же ведь просто статуи? Я думаю, да. Не похоже это на живых там. И никого не видать внутри. Оп. Хоть что-нибудь сделаем, друзья. Хоть как-нибудь здесь проявим свою ведьмачью сущность. На самом деле, здесь есть некоторые персонажи, с кем нужно будет поговорить. И мы поговорим, друзья. Но сейчас, пока. А хотя вот, прям рядом есть персонажи. Давайте сейчас побеседуем. Я не знаю, сэр. Айб Боклер. Можно вас прервать? Чем прервать, лучше присоединяйся к разговору. Мы говорили о нейтралитете. О том, как трудно его сохранить. Я кое-что об этом знаю. Пояснишь? Вечно одно и то же. Я стараюсь держаться в стороне, а потом получаю срочное приглашение. И предложение, от которого нельзя отказаться. Ну, хватит об этом. Может, сменим тему? Да, в принципе, Геральт, нечего тут особо нам распотягивать. Так. Перекинулись пары. Словечек. Да и ладно. Пойдем дальше. Долго все это может здесь происходить. Я думаю, у них может быть какая-то реплика найдется, которая там нам чем-то поможет по сюжету или как-то так. Но ничего у них не нашлось. Периодически нужно посматривать здесь ведьмачье зрение, потому что что-то может плохо лежать, но очень, тем не менее, нужно будет нам. Это самое плохо лежащее что-то. Поэтому посматриваем, поглядываем. Ваша милость, как только вы закончите, прошу прийти ко мне за своими вещами. Как скажешь. Тогда записывай. На самом деле, власть в Новиграде осуществляют не купцы и не городские советники. Давайте поговорим с этим послом. А хотя он нет, он пока еще не разговаривает с нами. А пока мы сюда пришли, друзья, я думаю, что нужно немножко тут пошарить по шкафчикам. Второго такого шанса, может быть, и не представится. Здесь в основном всякие книги и провизия. Но все равно, друзья, все это может нам пригодиться. Поэтому давайте сейчас быстренько здесь прошвырнемся, пошарим, посмотрим. Тем более здесь, насколько я помню, стража не берет нас. Не считает ворами и не поймает. А вот и Геральц хотел сказать. А вот и Йеннифер. Ох, Йеннифер, Йеннифер. Прям позаигрывала с нами так слегка. И похоже на то, что мы теперь в одной лодке. Цель и правда вернулась? Это не ошибка? Ну, судя по сообщениям наших агентов, получается как-то так. Маленькая ведьмачка выросла в приличную девицу. Это вот представьте, друзья, ее не было столько времени. То есть те события, которые приснились ведьмаку, они на самом деле были эти события. И вот с того момента он Цири не видел. Чтоб меня. Она и вправду выросла. Прошло немало лет с тех пор, как ты учил ее в Каэр Морхене. Многое изменилось. А вот ты ничуть. Как мне не хватало этих твоих неловких комплиментов. Но сейчас давай сосредоточимся на Цири. Ингер говорил, что ее преследует Дикая Охота. Мне было бы тяжело в это поверить, если бы не вчерашняя. Как они нас учуяли? Из-за меня. Понимаешь, я ищу Цири уже много месяцев. Заклинания локализации, иеромантия, геомантия и тому подобное. Я знала, что Дикая Охота может это почувствовать. Найти меня. Но думала, что сумею их обмануть. Что ж, не получилось. С некоторых пор я чувствовала, что они идут за мной по пятам. Охотятся на меня. Если бы не ты и солдаты Имгыра, они бы добились своего. Не знаю, чем закончится следующая такая встреча. Придется закончить с Чарами и вернуться к более традиционным методам. Попросить о помощи лучшего следопыта, которого я знаю. Ты должен ее найти, Геральт. Прежде чем это сделает Дикая Охота. Так где именно видели Цири? В двух местах. В Велине и в Новиграде. След в Велине, пожалуй, самый интересный. Начни оттуда. В Корчме на Распутие спроси про купца Гендрика. Хозяин тебя с ним свяжет. И все? Никакого пароля, никаких тайных знаков? Никаких тайных знаков. Мне очень жаль разрушать твои мальчишеские представления о работе разведки. Из Новиграда у нас есть только непроверенная информация, сплетни. Но там тебе может помочь наша общая знакомая. Некая Трис Миригольд. У нее, говорят, уютная квартирка в доме у главного рынка. Наверняка она будет рада меня видеть. А ты что собираешься делать? Давайте у нее спросим, почему вот она действительно не связалась с нами раньше. Прежде чем мы расстанемся, почему ты не появилась раньше? Я был тебе не нужен? Нет. Это я была тебе не нужна. Вы с Трис замечательная пара. Никаких ревнует. Я потерял память. Правда? Отличная отговорка. Давай не будем на эту тему. Если я еще раз услышу, что все не так, как тебе кажется, или теперь я понял, как тебя люблю, я за себя не ручаюсь. Ну вот, мы снова разъезжаемся. Жаль. Но я понимаю, время не ждет. Это правда. Может, мне сразу телепортировать тебя в Велин? Ну уж нет, я поеду верхом. Только сначала переоденусь. Дело твое. Кстати, тебе правда идет черный бархат. Ты думаешь? Может, обошью себе им доспехи. Удачи, Йен. И тебе. Послушай, если ты вдруг захочешь узнать, что случилось в мире, пока ты шатался с Весемиром по бездорожью, поговори с послом Воратра. И Геральт. Я знаю, что кругом война и все такое, но не пытайся стать героем. Хорошо? Проверь эти следы и приезжай ко мне. Живым и здоровым. Я буду тебя ждать. Вот такой вот скромный поцелуй от очень нескромной Йеннифер, друзья. Я вам признаюсь честно, потому что по игре дальше будут моменты всякие разные. Я не знаю, как эти моменты показывать на Ютубе. А вот так вот уходят чародейки. Посмотрите. Открывает себе портал. И раз, и все. Никого нет. Давайте пока пособираем здесь все, что мы не успели собрать, пока разговаривали. Как раз отлично зажил. Портрет Цири. Обязательно нужно все собрать, друзья, потому что здесь масса всяких классных штук, которые мы в крайнем случае продать всегда успеем. Это будет не проблема. Здесь книги. Я уж, друзья, не знаю, как мы прочитаем все вот эти книги, которые сейчас награбили, наворовали. Ну, не знаю, как-нибудь, наверное, я вам их покажу, пролистаю, скорее всего. И вот нам предложили поговорить с послом, но, друзья, этот разговор может дотянуться. Хотя, с другой стороны, давайте поговорим. В принципе, освежим в памяти, как тут дела обстоят. Ну, вот такие вот реплики, друзья. Я даже не знаю, что тут можно узнать. Ну, давайте попробуем. Давайте с первой начнем. Как идет война, не считая того, что она неизбежно закончится триумфом Нильфгарда. Мы беседуем с глазу на глаз, без свидетелей. Так что давай оставим пропаганду, даже под маской иронии. Наступление шло замечательно, до зимы. Мы разбили темерские войска в пух и прах. В Айдирне был такой хаос, что никто даже не сопротивлялся. До первого снега мы вышли на линию Понтера. Остался ослабленный Каэдвен и Редание Родавида. Понтер — это река, насколько я помню. Мы думали, что он запросит мира. Может, даже принесет вассальную присягу. Уверенные в победе ждали, когда сойдет снег. Родавид принесет присягу? Да, мы зря надеялись. Вместо того, чтобы слать к нам послов или выдвинуть в нашу сторону войска, Родавид прошел через заснеженные Пустульские горы и атаковал Каэдвен, своего союзника. Родавид застал их врасплох, а поскольку Каэдвенцы и так упали духом, достаточно было нескольких проигранных стычек, чтобы они сложили оружие и перешли на сторону Редании. Так, к весне вместо двух ослабленных врагов у нас был только один, зато могущественный. Кажется, я услышал в твоем голосе восхищение. Родавид — враг, но я не могу отказать ему в хитрости. Он провел нас как детей, и не слишком сообразительных. Вернемся к войне. По весне дело дошло до великой битвы на пастбищах Велена. Великой, но не решающей. Потери с обеих сторон были огромны, пожалуй, беспрецедентны. Родавид отступил за Понтер. Пока что он там в безопасности, до тех пор, пока с юга не придут подкрепления. Тогда император Имгир Варемрейс расправится с ним окончательно. А почему вы просто не пошли домой? Сберегли бы всем силы и множество людских жизней. Боюсь, ставка слишком высока, чтобы бросить карты. Теперь можно играть только ва-банк. Ну вот как-то так, друзья. И примерно подобное количество времени наверное будет на каждой этой реплике. Я, друзья, вы знаете, наверное не буду это все просматривать, прослушивать. Мы так или иначе потихонечку сами все узнаем. Великое солнце освещает твой путь. Здесь касаемо сюжета игры ничего такого не будет сказано. А вот нам все-таки нужно, друзья, отправиться дальше. В этой серии нам хотя бы сесть на платву. Очень... Ага, здесь закрыто. Значит нам... Да, нам отсюда нужно выйти и выйти, по-моему, вот сюда. Чем могу служить вашей милости? Отдай мои вещи. На вот кулек, возьми геральт. Там все твои вещи. Благодаря этому аромату платье вашей милости дольше сохранит свежесть. Угу, покорнейше благодарю. Император не славится терпением. Он хочет видеть свою дочь живой и здоровой как можно скорее. Да, он, кажется, что-то об этом говорил. Прощай. Ну вот, все. Наконец-то мы отделались от этого камергира. А вот здесь, друзья, есть какой-то у нас квест. Давайте сейчас подойдем поговорим. А, здесь можно сыграть в гвинт, но я бы сыграл, друзья, в любой другой ситуации, но сейчас уже у нас серия подошла к концу, поэтому мы в другой раз сыграем. Может быть, в начале следующей серии я сохраню здесь и продолжу потом отсюда. И мы отправимся уже наконец-таки навстречу нашим приключениям поиску Цирии и так далее, друзья. Спасибо, что посмотрели это видео. Если вам оно понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. В комментариях обязательно, друзья, жду ваше мнение по этой серии, по этой игре, по каналу в целом. Все пожелания, предложения направляйте в комментарии. Я их читаю, будем с вами там общаться и увидимся в следующей серии. Пока-пока.